все любят медовые тортики и мы сегодня с вами приготовим даже два один тортик мы с вами сделаем классический такой как все любят как все делают а второй мы с вами сделаем шоколадный особенный ну что давайте начнем первым делом мы с вами будем делать крем 4 столовых ложки муки нам их надо с вами развести в двух стаканах молока разводить нужно постепенно так чтобы у нас с вами не было комочков это стандартный стакан 200 миллилитров вот такой состав готов теперь мы с вами должны подготовить сахар разогревайте свой сотейник не сильно две столовых ложки сахара две столовых ложки молока мы все это с вами должны растворить молоко закипело сахар полностью растворился сейчас в сахар мы с вами вливаем нашу смесь муки и молока и теперь мы должны с вами все это дело довести до кипения снизить огонь и постоянно помешивая сделать густой крем так называемый кустар это будет основа нашего будущего крема вот в данный момент мы с вами сейчас делаем порцию на два будущих тортика не игнорируйте этот процесс ни в коем случае не оставляйте молоко постоянно помешиваете до загустения я вам покажу как это должно выглядеть вот видите уже начинает снижайте температуру так еще немножко буквально несколько секунд все готово вот видите обратите внимание какая густота теперь наша задача вот этот состав охладить до комнатной температуры или даже ниже вам потребуется в среднем 2-3 часа пока наш крем отдыхает охлаждается давайте подготовим орешки наш шоколадный медовый тортик будет с аминдальным орешком здесь у меня в среднем 120 грамм нам необходимо его поджарить для того чтобы он раскрылся и дал нам хороший вкусный аромат за этим процессом тоже необходимо следить нам нужно подсушить орехи но не сжечь их делайте средний огонь и буквально 5-7 минут будет достаточно все этого достаточно вы слышите как он хрустит звук такой пока говорит о том что он в общем то уже сухой этого достаточно выкладываете его в мисочку пусть он остывает когда он остынет моего разобьем в блендере на мелкие кусочки и будем добавлять в тесто начинаем готовить наше тесто я беру три стакана муки и мне необходимо его просеять вы же знаете для чего нам нужно просеивать муку для того чтобы все фрагменты и лишние вкрапления которые были сделаны на фабрике остались нашим сетечки а также мука написала с кислородом от того что она напитается воздухом тесто в итоге будет очень хорошим и наш готовый продукт будет великолепным нам понадобится пищевая сода 10 грамм смотрите если переложите соду вы испортите свой будущий торт он будет горький поэтому лучше немножко не доложить чем переложить два яйца этого достаточно нам понадобится с вами 100 грамм масла включаем кастрюлю на средний масло высотает добавляем полный стакан сахара все смешали сейчас наша задача сделать легкую карамель пол чайной ложечки соли вот видите немножечко начинает карамелизоваться делаем температуру тише так чтобы не подгорело на этом этапе мы добавляем две полных столовых ложки меда сейчас мы с вами выливаем яйца активно мешаем и снимаем с огня сода мы должны с вами погасить соду в горячей массе и теперь постепенно будем вводить с вами муку третий стакан вот у нас с вами получилась колбаска сейчас мы должны ее разделить на ровные части делаем вот такие вот кулички включайте духовку на 180 градусов как только духовка будет готова мы сразу начнем с вами раскатывать коржи духовка подходит приготовьте лист приготовьте два кусочка пергаментной бумаги мы с вами будем менять каждый раз коржи на них и давайте начнем раскатывать тесто очень нежное мягкое поэтому сильно не давите подготовьте себе например тарелочку или вот крышку как я так чтобы наши коржи были все одинаковые формы так положили на лист отправляем духовку раскатываем следующий если появится это не страшно вот из всех и маленьких вот этих обрезков мы с вами сделаем еще дополнительные листы но вот друзья прошло мне пять минут этого достаточно вот так вот оставляем надеюсь что вы поняли для чего я использую два листа пергамента смотрите когда мы с вами положили первый корж в духовку и он уже был готов в течение пяти минут он был очень мягкий взять его руками практически невозможно поэтому мы с вами вытащили его вот на пергаменте сейчас он подстыл смотрите и теперь я уже могу спокойненько положить чтобы он дальше оставал вот посмотрите как он увидите почти подрумянутся еще чуть-чуть буквально еще одна минутка и готова когда духовка вообще уже раскочегарится будет горячая думаю что четырех минут для такой толщины будет вполне достаточно следующий лист готов видите что я делаю раз и сняли его так корж слегка посыпаем мукой чтобы он не прилип обратите внимание какой должен быть готовый корж вот он такой светло-коричневый старайтесь его тоже не пережигать но и не допекать это тоже будет скажем так не очень хорошо потому что нам нужно максимальный вкус меда и сахара но друзья у нас с вами получилось 14 коржей два самых поджаренных коржика самых бесформенных которые вам не нравится оставляйте мы с вами их разобьем в блендере и сделаем крошку для того чтобы украшать наш тортик учитывая что у нас с вами получилось 12 коржей мы можем с вами сделать два тортика по 6 коржей прежде чем вы начнете собирать свой тортик необходимо струсить остатки муки с ваших коржей берете чистое полотенце конечно если что-то остается это не страшно вся мука которая прилипла каждому коржу она прошла высокую температуру термическую обработку в принципе поэтому вы можете не беспокоиться об этом то есть это уже является как бы продолжением вашего коржа вашего тортика я почистил коржи в сторонку крошку для украшения нашего тортика какой аромат вкус меда карамелизованного сахара но просто вообще но вот вот этой крошкой замечательный мы с вами будем украшать наш готовый торт пришло время делать наш крем сливочное масло старайтесь покупать хорошее сливочное масло вкусное масло должно быть комнатной температуры оно не должно быть из холодильника иначе вы не сможете сделать хорошо крем включайте самую высокую скорость и вперед ну посмотрите какой красивый крем получается сюда сейчас надо добавить где-то пол чайной ложки ванильного экстракта добавлю еще немножко все готово старайтесь весь крем этот распределить на все свои коржи обязательно коржики придавливайте друг другу смазывать нужно каждый краешек иначе он все таки будет достаточно сухой учитывая что мы очень хорошо высушили в духовке ну друзья вот как-то так вот 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 такой маленький при симпатичный вкусненький торт по такому же принципу сейчас я намажу 2 кушать мы его можем только через ночь не раньше потому что крем должен пропитать наши коржи а еще лучше сутки в теплом месте в комнатной температуре оставляете и только потом минимум 12 часов вы уже можете пить чай наши тортики готовы посмотрите какие они красавчики они у нас в итоге постояли 15 часов вы должны сами определить ту самую кондицию когда они уже готовы для того чтобы отправлять их холодильник вот посмотрите-ка вот вы например оставили их на ночь и вот если утром вы встали и ваш нож очень легко проходит середину тортика это значит что он хорошо пропитался нет необходимости чтобы он стоял дольше в тепле упаковывайте его и отправляйте холодильник в морозилке вы можете хранить свой медовик в течение трех месяцев какой он красивый но сейчас я хочу сделать тестирование то есть можно было бы еще ему может быть постоять но в принципе он и так хорош хороший вкусный чай замечательный десерт просто волшебно просто замечательно но теперь следующий шаг будем готовить с вами шоколадный медовик сегодня у нас с вами битва двух медовиков классический медовик мы с вами приготовили а теперь давайте сделаем шоколадный ну вперед стакан миндальных орехов необходимо помолоть в блендере вот приблизительно вот такая должна быть структура наших орешков не надо его молоть в пыль мы его с вами будем добавлять в тесто это у нас с вами сухая клюква видите очень красивая вкусненькая кисленькая ее необходимо порезать орешки и клюква готовы теперь пришло время приготовить тесто для классического тортика мы с вами использовали три стакана муки для шоколадного мы будем использовать два с половиной стакана муки и пол стакана какао добавляем пол стакана какао смешали муку какао убрали в сторонку заранее взвесьте и приготовьте 10 грамм пищевой соды ее обязательно нужно взвешивать просто так на глаз не бросайте я повторюсь если вы положите больше соды чем положено относительно нашего рецепта то ваш торт будет горчить вы его испортите лучше положите 8 грамм чем 12 понятно да хорошо следующий момент два яичка приготовьте полный стакан сахара 100 грамм сливочного масла делаем все то же самое что и в первый раз стакан сахара следите за огнем он не должен быть слишком мощный иначе ваше масло и сахар начнут гореть пол чайной ложечки соли даже одну четвертую вот видите как сахар карамеризуется вот это то что нужно будет прекрасный вкус у наших коржей две столовых ложки меда все смешали выливаем яйца пищевая сода мы сейчас ее должны с вами погасить вы должны увидеть что она что поверхность побелеет вот вот видите пошел запах соды мы сейчас погасим и она не передаст свой в этот скажем так неприятный вкус и аромат тесто хорошо все готово так вводим муку с какао орехи так сделали колбаску давайте делим ее на кусочки закрываем тесто готово включайте духовку 180 градусов разогревайте лист два листочка пергаментной бумаги вы уже помните как мы делали первый раз но вперед все остатки сразу под полотенечко и будем формировать новый лист таймер пока первый лист жарится мы сразу начинаем готовить второй замечательно второй лист готов если вот здесь видите вот немножко порвалась из-за того что у нас внутри теста орешки это не проблема абсолютно не страшно кстати вы эти коржи можете использовать в качестве печенье сделайте коржи по нашему рецепту стаканчиком сделали форму круглую запекли прекрасное печенье для детишек теперь по такой же схеме мы жарим все коржи наши горжи готовы получилось в среднем 11 штук дело в том что из-за того что у нас орехи у нас нет возможности раскатать тесто с очень тонко поэтому имейте ввиду давайте будем делать крем это вот наш кустарт который мы с вами делали в самом начале мы сразу сделали вас с вами двойную порцию вот это вот половина который мы будем использовать для того чтобы намазать наш замечательный торт нам нужно растопить с вами две плитки шоколада каждая из них 100 грамм нужно топить шоколад на водной бане то есть вы набираете в небольшую сотейник или кастрюльку воду доводите его до кипения ставите какую-то емкость обязательно положите столовую ложку сливочного масла и на медленном огне мы с вами делаем шоколад жидкий как только он растопится мы будем вводить в крем пачка сливочного масла по рецептуре мы должны использовать 300 грамм у меня пачечка 270 если вы хотите вы можете использовать и 250 если вы хотите снижить калораж обратите внимание вода моя начинает закипать столовая ложка сливочного масла две плитки черного шоколада процентное соотношение какао среднем 55 60 ну возможно и 70 используем делаем средний огонь и пусть на шоколад потихоньку плавится тем временем начинаем взбивать крем наш кустарт щепотку соли взбиваем ванильный экстракт полная чайная ложка ну вот какой же симпатичный крем она с вами получается сейчас заканчиваем топить шоколад и будем вводить его в крем так вот шоколад у нас с вами готов убираем важный момент он не должен быть сильно горячий но и если он у вас полностью не растает то будет кусочками поэтому здесь вот нужно вот эту золотую середину как бы почувствовать просто песня очень вкусно наш крем готов можем мазать коржи но вот смотрите я хочу добавить немножко контре это апельсиновый ликер можно сюда добавить коньяк можно сюда добавить виски можно добавить сюда например метаксу различный хороший дорогой вкусный алкоголь если вы планируете подать этот тортик скажем так для ваших друзей для взрослых но если вы планируете приготовить его для детей для детского праздника например день рождения или же просто и если вашей семье дети то конечно алкоголь ни в коем случае добавлять не нужно алкоголь этого для взрослых поэтому мы планируем этот тортик кушать только взрослые детей не будет поэтому я добавлю 50 грамм контре и усилю аромат и вкус все крем готов коржи готовы сейчас я ставлю крем в холодильник даю ему постоять полчаса 40 минут для того чтобы он скажем так немножко загустел охладился так чтобы шоколад уже полностью был комнатной температуры и может быть даже ниже и после этого мы с вами начнем мазать тортик это наша крошка для посыпки наш крем готов но вот он застыл давайте будем мазать постарайтесь распределить количество крема на два ваших небольших тортик ягод много не ложите для понемножку так или иначе когда вы порежете кусочек и будете кушать вы будете чувствовать эту киселинку которая будет балансировать сладость один тортик готов второе уже намажу самостоятельно не буду занимать ваше время оставляйте его при комнатной температуре минимум на 15 часов потому что он более жестких по сравнению с первым классическим медовиком поэтому ему нужно больше времени но друзья прошло у нас с вами 15 часов наш шоколадный тортик готов посмотрите вот такой у нас с вами получился красотуля невероятная запах просто сумасшедший я вам скажу честно мы не могли сегодня спать пришлось закрыть двери кухни все позакрывать потому что запах шоколада крема хотелось начать пить чай прям ночью как я и говорил он слегка плотнее коржи получились плотнее учитывая что там у нас с вами орехи поэтому я его держал 15 часов но вам его рекомендую подержать его часов 20 возможно даже сутки прежде чем сервировать ну пробуем да я вам скажу это невероятный вкус вот настоящее блаженство ну вот друзья мы с вами приготовили два замечательных медовика готовьте радуйте свою семью радуйте своих друзей на сегодня все подписывайтесь на наш канал ставьте лайки жду вас следующий раз пока